Всем привет, друзья! С вами на связи Леонид Юниси, печа из Сан-Сивена, Нью-Брансвика, Канада. Бордер Таун. Мы находимся в пограничном городе с Америкой на юге Нью-Брансвика. Друзья, на фоне этих хоккейных тренировок я хочу вам поведать о том, что... И о хорошей новости, и о том, что с этим связано. Хорошая новость в том, что мы сегодня получили по электронной почте письмо, что наконец-то наш кейс по пиару, по получению permanent residence в Канаде принят в работу и находится в работе. И вот нам дали application number, то есть номер этого кейса. И написано, что он находится в работе с 10 октября. То есть уже практически 15 дней он находится в работе. Это очень хорошая новость и очень радостная для нас новость. И спасибо всем за поздравления, которые написали в чате, и все, кто напишут в комментариях. Большое-большое спасибо, потому что для нас это огромнейшее достижение на данный момент. Конечно, это еще не пиар, и мы надеемся, что hopefully не будет больше никаких проблем, и мы получим как можно быстрее пиар. Но уже как бы это огромный шаг вперед. Почему это такая радостная новость? Ну, кто следит за моим каналом, кто смотрит мои видео, кто помнит, знают, что мне несколько раз вернули обратно мой кейс по permanent residence. Ну, во-первых, я отправил поздновато мой кейс, то есть я уже был месяц в Канаде, я мог этот кейс еще... Можно этот кейс, кстати, с родины отправят, кто хочет. Но я уже был месяц в Канаде, и где-то в конце июля я отправил этот кейс. Хотя все документы были, просто нужно было сесть и отправить. Вот я отправил, и мне где-то в 20-х числах августа мне вернули обратно мой кейс, и там было написано, что кейс неполный, что не хватает референсов с работы, и именно описание моих должностных обязанностей. И, как я понял, именно с моего места работы уже здесь в Канаде. Я делал видео на эту тему, вот ссылки на эти видео, когда я отправил первый раз мой кейс, и когда я получил обратно мой кейс первый раз, все ссылки, вы увидите, появятся в верхнем углу этого ролика, и вы сможете кликать и посмотреть, что и как было, кто не смотрел. Так вот, в 20-х числах августа мне вернули кейс, попросили референсы. Я референсы получил очень быстро, буквально за день, но пошел к себе на работу здесь на кондитерской шоколадной фабрике, поговорил с HR-менеджером. Она мне быстро сделала как бы джоб-офер, но не джоб-офер, но вот специальный листок, где написано, когда я был трудоустроен, в какой должности, какую я зарплату имею годовую, какую я зарплату имею сейчас почасово, и какие мои должностные обязанности. То же самое попросил для жены, как бы, нехай будэ, если я правильно выразился на украинском, пусть будет, да. И все это я положил в кейс и отправил быстро, через день обратно. Но в 22-го, оказывается, августа истек мой индорсмент от провинции, то есть истекло мое одобрение от провинции, понимаете. Оно действительно 6 месяцев, я получил его 22-го февраля, то есть 22-го августа истек. Но я думал, что я быстро отправил обратно, дал где-то 40 долларов за отправку, через быструю почту, на следующий день они должны были получить. Я думал, что как бы формально, они в тот же день получат, 22-го получат кейс, и формально как бы я вписался в мой индорсмент. Ага. Не тут-то было ли они... Просто все мне говорят, как бы пишут и в чатах, что найти как бы вот такой укороченный путь, какие-то углы срезать, что-то в этом роде. Так вот, ребята, со мной это тоже не работает. Это просто Канада. Не то, что у вас это не работает. Это ни у кого не работает. Они большие-большие буквоеды, они очень большие приверженцы инструкции, шаг влево, шаг вправо, у них расстрел. Они все боятся за свою работу, все действуют как роботы, ну, практически. То есть исключено вот этот человеческий фактор, по сути, потому что ты с ними не общаешься, они тебя не знают. Нет что-то, они просто берут кейс и отправляют обратно. Нет, конечно, они могли по e-mail написать, что, ребята, Леонид, нам от вас нужен вот еще индорсмен, потому что он у вас истек. Нет, они просто берут и, как говорится, тупо отправляют все документы обратно. Дополните их и потом присылайте. Все должно быть как положено. Так вот. И, кстати, там было написано об этом, но я все-таки надеялся на авось, как великая русская авось. Хотя я и не русский, но русский менталитет во мне есть. И много. Так вот, я понадеялся на авось, но не тут-то было. Я заряд... А, и я через неделю сделал этот индорсмент. Я сначала отправил кейс, чтобы он пришел до 22-го, как я думал, у них. Потом я подал на индорсмент. Мне сделали за неделю. Провинция мне дала новый индорсмент до следующего февраля. За неделю, друзья. И я через неделю пообщался с Ханой, пообщался с руководителем Multicultural Association. Она сказала, вот почтой можешь доотправить им этот индорсмент. Быстрой почтой. Отдал еще 40 долларов, через неделю отправил. Только этот листочек, этот квиток с одобрением. Думаю, у них там будет кейс, и они добавят к нему вот это, индорсмент. То есть к нему как бы не к чему прикопаться, и они мне дадут, примут в работу. Ага. Опять же не тут-то было. В сентябре, тоже где-то в 20-х числах, или в конце сентября, мне отправили второй раз обратно. Отправили мой кейс без индорсмента. Без нового индорсмента. Потому что, видать, они получили его через неделю, но они не смогли связать А с Б, короче. Или не хотели, или не по инструкции. Или не посмотрели в базе данных. Или не завели мое дело в базу данных. Или фиг его знают, что, извините, у меня тоже есть человеческие эмоции. И я просто не понимаю, зачем им нужен был этот бумажный листочек, если они могли просто в базу данных посмотреть, что у меня реально есть нормальный, оригинальный новый индорсмент. Есть же технологии 21 века у нас сейчас. Меня это тоже, извините, я скажу честно, меня это взбесило. Потому что Англия в этом плане, она намного продвинутее. Там очень много все делается онлайн. И это о Канаде, и речь именно о Канаде, не о провинции. Потому что я говорю сейчас о Министерстве иммиграции Канады. То есть они дают пиар. Они что, не могли зайти в базу данных и посмотреть, что у меня реально есть новый индорсмент? Они не захотели, у них нет доступа к этой базе данных. Или у них вообще нет этой базы данных? Ну, это много-много вопросов, на которых у меня нет сейчас ответа. И на которых я до сих пор сетую. Для меня это приводит в недоумение. Но есть, что есть, друзья. Поэтому я такой человек, что могу выразить свои эмоции. Но я иду с течением обстоятельств и добиваюсь того, что нужно и как нужно. Потому что мне нужно. Я человек сфокусированный не на процессе, а на результате. Это моя стильная сторона. Так вот, друзья. Они, например, поставили обратно в сентябре и сказали, добавьте листочек бумажный с вашим индорсментом. Он у меня же был. Я просто его добавил. Я отправил обратно и еще 40 долларов дал. То есть три раза по 40 долларов. Как некоторые говорят, Бог любит троицу, может. И думал, дай Бог, чтобы в этот раз уже не турнули обратно. И что вы думаете? Спустя через неделю пришло еще одно письмо от них, еще один конверт. Что, типа, вот ваш индорсмент новый. Мы не нашли кейс в нашей базе данных, к чему его прикрепить. Ну, просто хохма. Ребят, ну, кто так работает? Серьезно. Я сам был большим начальником и менеджером, и в продажах работаю. И как бы у них вот эта левая рука не знает, что делает правая. Или там разные операторы. Или это бюрократия. Просто ужас. И вот нету коммуникации между отделами, нету коммуникации между операторами. Вот этот lack of communication, это большая-большая проблема вообще во всех рабочих процессах. Ну, короче, не суть. Просто так как шутка, я получил потом обратно индорсмент. То есть я им в конце сентября отправил уже с индорсментом, с реферами, со всеми. И думал, что им еще, наверное, ничего больше не понадобится. И наконец-то мы получили письмо. И там написано, ваш номер кейса. Вы можете зайти на сайт. Но у меня было написано не так, что вы должны создать аккаунт. Потому что у меня уже был онлайн-аккаунт. Меня это тоже с Malchik Cultural Association надоумили создать аккаунт. После того, как я послал тогда. Но надо было ждать, когда я получил сначала номер кейса, а потом создать аккаунт. Вот так лучше делать. Но я создал аккаунт. Номер кейса тогда у меня не было. Что я сделал сейчас? У меня не было написано, что создать аккаунт. Наверное, все-таки они посмотрели в базе данных, что есть аккаунт на мое имя. Я что сделал? Я уже... Они мне ничего не написали. Я сам уже подумал. Я зашел в свой аккаунт на сайте Министерства иммиграции Канады. Логин, пароль. Там есть контрольный вопрос. Короче, соглашайся со всеми условиями, заходишь. И там есть такой link my application. То есть у меня уже был номер application. Я как бы связал номер моего application с моим существующим аккаунтом. Для того, чтобы это сделать, там нужно указать все данные, которые ты указал в application. Номер application, короче, твое имя, фамилию, дата рождения, место рождения, откуда ты подавался, там какие-то еще вопросы есть. И по всем параметрам у меня сапали данные. Они написали, у нас есть кейс с точно такими же данными, связать его с вашим аккаунтом. Я сказал, есть нажал, короче, я не сказал. И связали мой. И что дальше я вижу в моем online аккаунте? Сегодня утром я сделал, после ночной смены. Там написано так, что они все документы проверили, все документы типа в порядке. Никаких больше документов не надо. Может быть, они вышлют мне интервью, может быть, если понадобится приглашение. Fingerprints, то есть отпечатки мне не надо, биометрические данные мне не надо, потому что я подавался как гражданин Румынии. Это большой-большой плюс, это я гражданин Евросоюза. А для моих друзей из Украины попросили сдать биометрические данные. Это еще раз нужно оплатить, это стоит денег. Они с тебя сдирают денег, как могут и сколько могут. Ну, извините, но это правда. Мои друзья из Украины, они оплатили это, и они ожидают, что дальше будет, потому что они еще не сдавали биометрические данные, а только оплатили. А я как гражданин Румынии, как главный аппликант, я, не надо мне это, и там написано так же, что они нашли в базе данных, о, чудо, они нашли в базе данных, что я прошел медицинский экзамен. То есть это тоже не надо. Единственное, что они сейчас делают, we are checking your background, они проверяют мой опыт работы, друзья. И тут самое интересное, внимание, я сейчас скажу то, что, может быть, еще никто не знает, потому что Атлантическая иммиграционная пилотная программа, это свежо. И я прямо говорю из своего опыта, опыта своих друзей, иммигрантов. Вчера нашим румынским друзьям отказали в пиаре, потому что опыт работы не соответствует той должности, на которой они работают здесь в Канаде. Они также работают машиноперейтор. И внимание, друзья, вы сейчас просто будете окутаны или праведным гневом. Знаете, кем работал этот румын? Он работал с 2008 года в пекарне, в бейкере. То есть у него опыт работы реально есть с продуктами питания, на производстве. Ну, не на фабрике, конечно, не как машиноперейтор. Но там тоже все есть. С 2008 года. И нет, эти наши буквоеды Канады, ну, извините, кто-то, мой друг выразил по-другому, очень резко по поводу них, по поводу их IQ, конечно. Конечно, что они посчитали, что это не соответствует бэкграунду, по той профессии, по которой он работает сейчас. Поэтому, друзья, я как человек, просто по-человечески вас понимаю. Могу я податься по одной профессии, у меня опыт другой. Могу я там, у меня опыт не на последние три года, не в течение последних трех лет, а еще ранее, до этого. Могу я, могу я. Друзья, я ничего не решаю. И тут даже не Хана решает, и даже не эти офицеры иммиграционные, которые вот находятся на выездных сессиях, и даже не HR-менеджеры. Решают там, наверху, в Министерстве иммиграции. И если вас, даже если вы прошли на выездную сессию, вы получили джоб-офер, друзья, вас одобрил работодатель, вы получили вок-пермит, вас посольство одобрило, дало вам вок-пермит. И даже если вы получили одобрение от провинции, но федералы, федеральные власти, Министерство иммиграции, могут потом вам отказать в пиаре. То есть вы уже находитесь в Канаде, вы уже потратили 10, 15 или 20 тысяч долларов. Мои друзья румыны, они пара без детей, потратили 10 тысяч долларов. Мы с женой, с четырьмя детьми, потратили больше 15 тысяч долларов, там даже по 20, наверное, на весь этот процесс. И даже если вот вы потратились, все оставили, все там продали, я не знаю, школу, друзей, вы здесь можете приехать, вам могут отказать в пиаре, даже спустя 4 месяца работы в Канаде, или 5, или 6 месяцев, потому что ваш опыт работы не соответствует. Спрашивается, какое им дело до моего опыта работы, если меня работодатель одобрил, провинция одобрила, если бы мое посольство выдало мне в пиаре. Нет, представляете, какие они буквоеды просто. Вы знаете, возмущение моих друзей, моему нет предела просто. Им отказали, и он возмущается, потому что говорит, а что тогда они нам вначале сказали да, чтобы сейчас спустя вот столько трат энергии, денег, времени и нервов, сказали нет. То есть мы, зачем они, могли сказать изначально, что слушайте, вы не подходите, мы вам не выдаем одобрение, мы вам не даем джобофер, или мы вам не выдаем вокпермит в конце-шконцов. И, а сейчас вот привезли сюда, мы потратились, и что, мы как бы в ловушке уже здесь, потому что, единственное, как бы, либо остаться и работать здесь год уже по этой профессии, спустя год подаваться, она снова на, уже год иметь опыта работы в Канаде. То есть, как бы, есть решение, либо уже уехать обратно. Они были на эмоциях, хотели уехать уже обратно в Румынию, эмоции уже улеглись на второй день, конечно, они сейчас ищут решение, но я к тому, что, друзья, не химичьте, имейте тот опыт работы, который нужно иметь. Конечно, они обратились сейчас во всех инстанциях, и я обратился по их поводу, и ко всем, кого я уже знаю, кто имеет какие-то связи с федералами, чтобы исправить, потому что это такая несправедливость. Они же реально имеют опыт работы на производстве тортов. Они были, они изготавливали торты и кондитерские изделия. Ну, просто называется другую, там называется не машиноперейтер, но должности-то совпадают в основном, и фуд индустрии, и там, и там. Итак, друзья, я уже вещаю 16 минут, буду уже закругляться. Я хотел вас именно об этом предупредить, что химичить не надо. Если у вас нет опыта работы, проработайте где-то этот опыт работы, потратите год жизни именно на ту специальность, которую чаще всего вы видите на выездных сессиях. Получите все нужные референсы, и потом подавайтесь. Если даже вы банкир, или даже вы работали белым воротничком, и думаете, что Атлантическая программа не для вас, что вы не хотите... Сделайте опыт работы по рабочей специальности, приезжайте сюда, поработайте здесь по этой специальности, там сколько, полгода, год, получите пиар, и потом уже здесь на месте ищите работу белым воротничком. Это я так делаю сейчас, и поверьте, у меня много-много предложений сейчас и вакансий. Я только лишь жду пиара. У меня много очень хороших, очень хороших предложений. То есть я буду восстанавливаться в статусе, и тогда в Канаде у меня будет Канада как надо. Я буду хорошие, хорошие бабки, буду иметь опять престиж, буду иметь опять признание, и буду по своей специальности работать. Это один из путей, очень трудный путь для белых воротничков. Но очень трудно, реально, морально трудно, но это возможно. Мои друзья из Украины, два друга у меня есть, один работал машиноперейтор не с продуктами питания, они уже получили пиар, а другой прямо-таки работал машиноперейтор как бы с продуктами питания, и он, думаю, без проблем скоро получит пиар. Он еще не получил своих никаких ответов. Он сейчас дает эти биометрические данные. Вот, друзья, я уложусь, наверное, в 20 минут, потому что хочу еще что-то сказать очень важное. Друзья, по поводу того, чтобы предложить Хане провести там выездные сессии, или не планируют ли они провести выездные сессии в Казахстане, нет, они не планируют, или в Турции, нет, это даже не она решает. И я думаю, это просто к ней и к другим вот таким специалистам обращаются местные работодатели, которые имеют одобрение провинции на эту программу атлантическую, понимаете. И какие предложения у них есть, с такими они выходят на рынок, с такими они приезжают в Европу, понимаете. То есть если нет вашей специальности там, значит нет востребуемости в кандидатах за рубежом по этой специальности. То есть, понимаете, они же защищают свой рынок. Значит, у них есть достаточно кандидатов здесь. Поэтому им не нужны специалисты за рубежа. Я опять возвращаюсь к тому, чтобы устроиться белым воротничком. Лучше приехать по рабочей специальности, получить пиарь. Опять же, я повторяюсь, и здесь уже на месте искать работу намного легче и быстрее, потому что здесь вас приглашают на интервью. Есть интервью по телефону, есть интервью face-to-face. И вы уже можете себя показать, и легче найти работу уже на месте по своей специальности. А по поводу того, чтобы другие города и страны, друзья, там, наверное, есть свои нюансы, поэтому я даже не буду ее об этом спрашивать. Хотя я спрашивал ее об этом, кстати. Понимаете, вы будьте готовы, если вы хотите эмигрировать по этой программе, ехать в любую страну, в любой город, тем более, если это в Европе. Понимаете, я был готов из Лондона ехать 3000 километров до Киева. И поэтому я здесь, в Канаде сейчас. Будут ли еще выездные сессии в этом году? Скорее всего, нет. Скорее всего, в следующем нужно еще узнать. Вот на этом все, друзья. Я, по мере появления информации, я буду вам делать видео. Следите за моим каналом. Спасибо, что смотрите. Задавайте свои вопросы. С вами был Леонид Юнесси. До связи.